За долгие годы в высших эшелонах ММА Анатолий Токов сколотил свыше 30 побед. Не гоняясь за популярностью, он спокойно ломает соперников в клетке. Совсем скоро ему предстоит чемпионский бой за титул Беллатер. Приятный повод вспомнить путь самого талантливого ученика Федора Емельяненко. Анатолий вырос в городе Тобольск в Тюменской области. Ему было 15 лет, когда он впервые попал в зал по армейскому рукопашному бою. Уже через три года Токов стал чемпионом России и привлек внимание клуба «Рэд Девил», лицом которого являлся Федор Емельяненко. Регулярно приезжая на сборы, он познакомился со смешанными единоборствами. Со временем Анатолий перебрался в Старый Оскол, где попал под опеку Владимира Воронова и Александра Мечкова, известного тренерского тандема, находившегося в углу последнего императора во времена «Прайд». Анатолию не было и 20, когда он отправился штурмовать профессиональный ринг. Дебют состоялся в 2009 на турнире М1 в среднем весе. Токов остановил проход соперника, пересчитал ребра и в партере отгрузил партию коленей, заставив рефери вмешаться. Следующий год он победоносным маршем бродил по мелким промоушенам. Сибиряк уверенно действовал в стойке, легко переводил в партер и завершал бои досрочно. К шестому поединку Токов вернулся в М1 против другого проспекта Яна Жданский с рекордом 4-0. Анатолий провел взрывной тейкдаун, но на канвасе потерял позицию. Чех поработал сверху и отправился за сабмишином. Находясь на грани, Токов в последний момент сумел выскользнуть. Следом дерзкий гость был угощен граунд-эн-паундом. Добыв еще одну победу, в конце 2011 года Токов выступил в промоушене Лига С-70 против чемпиона России по панкратиону и будущего победителя гран-при ПФЛ Магомеда Магомед Керимова. Анатолий уже на первых секундах оказался прижат к настилу. Соперник поднялся на ноги и влетел в гард с ударом. В стиле Федора времен прайд Магомед Керимов отбросил ногу и показал, как нужно заходить в парту. Потеряв приставку непобежденный, Токов выиграл реалити-шоу М1 и вышел на Магомеда Исмаилова, который на тот момент шел с рекордом 3-0 в профи. Будущий лысый хищник проверил ринг на прочность. И попытался еще раз порадовать публику, однако больше сам пострадал. Токов времени не терял и сцепил захват, приступив к выполнению Кимуры. Исмаилов пытался сопротивляться, но в конечном итоге был вынужден признать свое первое поражение. Добавив еще три победы в мелких лигах, Анатолий вернулся в М1 в марте 14-го. В противоположном углу стоял будущий чемпион ACB в двух весах Альберт Дураев. Бойцы завязались в клинче, откуда Токов провел подсечку. В партере Дураев задумал армбар. Пошел, пошел, пошел. Впрочем, попытка провалилась. Сибиряк шустро прорвался через гард, и выбрался на ударную позицию. Придавив соперника канвасу, он приступил к добиванию сверху. 17-й по счету поединок Анатолий провел уже в родном старом Осколе. Ему противостоял незнающий побед представитель Германии Вадим Фегер. В этот раз хватило 12 секунд, чтобы решить исход встречи. Сейчас. Вот так вот нам предлагают спортсмены сейчас. Раздергав на челноке, Токов дослал правую, подтвердив прогресс в ударной технике. Вот так вот. Он продолжал выступать в разных организациях, однако неизменно возвращался в М1. 2014-й Анатолий закрыл очередным нокаутом. Их не было. Ого! Окей, выигод. Какой панк! Какий панк! Это все. Это правило. И пару панк, и борьба уже в день. Новый год Токов отпраздновал уже в составе новоиспеченной команды Föder Team. Теперь под патронажем последнего императора он присоединился к гранд-при ACB в среднем весе. В первом бою он вышел на Максима Швеция, идущего на серии из девяти побед подряд. Прижав оппонента к сетке, Анатолий провел фирменную подсечку. Швец рискнул выбраться и угодил в гильотину. И основательно затянув захват, сибиряк добился сдачи. Перед полуфиналом Токов успел обесточить румына Сержу Бреба. И уже через неделю вышел в клетку ACB. В одной-второй его поджидал поляк Адам Заяц с рекордом 8-1. Анатолию хватило пары касаний, чтобы выйти в финал. Примерившись передней рукой, он вложился в правый оверхенд. Очередной яркий финиш в коллекции молодого бойца. Не дожидаясь финала, Токов с рекордом 21-1 отправился в командировку в японский промоушен Райзен. В стране восходящего солнца он наткнулся на действующего бойца Беллотер Эйджия Мэттьюза. Как только Большой Джон дал команду, стало предельно ясно. Токов не собирается затягивать весь вечер. Ему понадобилось меньше минуты, чтобы подобрать нужный удар. По возвращению из Японии пришло время для заключительного этапа гран-при ACB. Победитель также забирал чемпионский пояс организации. А сборить титул предстояло против такого же универсала Арби Агуева, идущего на серии из 11 побед. Агуев сходу перешел в наступление, вкладываясь в каждый удар. Восходясь Арби Агуев. И в очень тяжелом положении сейчас находишь. Желаем его результата, потом тебе будет тяжко. Но мы не ожидали, он Анатолий Токов такого напора. Переждав штурм, Токов приземлил коронную правую. Оба заметно подустали, но не собирались уступать в размены. Пропускает жесткий апперкот навстречу, и здесь можно ловить Токову соперника. В чемпионских отрезках Токов поднял обороты, генерируя все больше комбинаций. Правой через руку еще в защите. Опа! Это шанс! Потрясел Анатолия Токова. Ох, какие три удара! Затем он перевел поединок на нулевой этаж. И перешел к добиванию сверху. Жестко начинает работать. Которое, как известно, мало кто способен выдержать. Сверху прям. Все! И рефери останавливает этот поединок. Шестнадцатая победа подряд и первый чемпионский пояс. Доброго, дорогие друзья! До новых встреч! В декабре 16-го Токов уступил раздельным решением Рамазану Эмиеву. И с рекордом 24-2 был подписан в Беллотер. Представленный западной публике как протеже Федора Емельяненко, в дебюте он встретился с гайдкипером Франциско Францев. Токов провел тейкдаун. Но вскоре был вынужден спасаться от сабмишина. В стойке бразилец стал бросаться вперед. И был подобающе встречен. Плитой придавив оппонента, Анатолий в очередной раз продемонстрировал, насколько опасны его удары сверху. Вторым оппонентом в лиге стал Владимир Филиппович, идущий на серии из трех побед. При этом он уже проигрывал Анатолию в Fight Nights. В реванше загнанный к стенке соперник бросился в отчаянный проход и был принят в дружеские объятия. Оказавшись в железных тисках, Филиппович осознал всю глубину строк группы сплин, выхода нет. Токов отправляется праздновать, кассир пыщет сочувствие у рефери. Третий поединок за океаном 28-летнему Анатолию предстояло провести против именитого соотечественника, местного экс-чемпиона Александра Шлеменко. Шторм еще недавно наводил ужас на весь дивизион, но выходил после поражения нокаутом. Заряженный Шлеменко охотно инициировал размены. Токов не стеснялся отвечать. На экваторе Анатолий начал постепенно прибирать инициативу к своим рукам. Под занавес он провел серию тейкдаунов, чем окончательно подтвердил свое превосходство. Победа единогласным решением, ознаменовавшая рождение нового претендента в средней категории. Сибиряк вернулся в США через полгода. На той стороне клетки возвышался крепкий нокаутер Джеральд Харрис. Под прозвищем «Король слэмов» он любил обваливать сознание оппонентов. После спокойного старта Харрис взорвался оверхэндом. Токов съел свыше 15 безответных ударов, но сумел сохранить сознание, ария ферретерпене. Чудом пережив Хиросиму, теперь Токов отправился вершить возмездие. Голотив хлесткую связку, он захлопнул коронную гильотину и вынудил Харриса просить прощения. Настоящий остросюжетный триллер, вошедший в список лучших камбэков не только года, но и всей истории ММА. К 2019 году за спиной Анатолия было ровно 30 боев, и только два поражения. Взрывная ударка, поставленная борьба, железный характер. У него было все, кроме одного важного для наших дней элемента – медийности. Будучи скромным парнем, он никогда не употреблял трэш-ток, из-за чего незаслуженно был обделен вниманием со стороны ММА-сообщества. Однако, подобно своему наставнику, Токов не собирался менять принципы на тренды, поэтому, прикусив капу, продолжил пробиваться на вершину. В серии из четырех побед в промоушене Анатолий стал полноправным участником титульной гонки. Впрочем, никто из верхов по-прежнему не желал с ним биться, и следующим на очереди стал опытный ветеран Грачо Дарпинян. Токов контролировал центр, шатая мишень почти каждым точным ударом. Озадаченный Дарпинян бросился в ноги и сам полетел на канвас. Россиянин вышел на распятие и приступил к шинковке. Анатолий был уже в шаге от чемпионского боя, когда нагрянула пандемия. После начались проблемы с американской визой. В итоге он вернулся только через два года, поприветствовав в клетке белотер соотечественника Шарафа Джавлат Муродова, владеющего серией из шести побед подряд. Токов беспрерывно прессинговал, вкладываясь в короткие комбинации. Соперник отступал и все же не переставал отстреливаться. После плотных разменов бойцы решили проверить навыки борьбы. Простой явно сказался на выступлении, однако трудовая победа была выбита. Под конец 21-го года Анатолий был удостоен нового контракта с белотер. Вопреки пятой позиции в рейтинге, он без проблем принял вызов новобранца Мухаммада Абдулы. Американец задумал пробить фронткик, но только засмущал Андерсона Силву. Токов закрепился в бэкмаунте и набросил свои кувалды. Когда происходящее превратилось в форменное избиение, рефери вмешался. Анатолий был настолько погружен в работу, что только от угловых узнал, завершился не раунд, а поединок. За 12 лет в профи Токов прошел через ключевых средневесов страны и не допустил ни единой осечки за океаном. Теперь ему предстоит подтвердить статус одного из лучших бойцов вне UFC, забрав чемпионский титул белотер. Пожелаем улыбчивому бойцу удачи. Вот так вот вам. Если вам понравился ролик, не жалейте лайка, подписывайтесь на канал, а самое главное, будьте здоровы и помните, настала эра ММА! Ох, посечка! О-о-о-о! Это зло! Точно, жесткая! О-о-о! Продолжение следует...